Эти масштабные модели трёшки BMW в кузове E30 появились давным-давно. Minichamps выпустил чёрную модель летом 2007 года, и машинку-то сделали тиражом 3792 экземпляра, что в общем довольно много по меркам нашего масштабного мира. А через полтора года, в самом начале 2009-го, на прилавках появилась серебристая модель, её отлили тиражом 1536 экземпляров. С одной стороны, BMW в кузове E30 автомобиль многими любимый, а к 2007 году он уже стал классическим и ностальгически ценным. С другой стороны, совокупный тираж этих моделей был в общем велик, так что пару-тройку лет эти модели можно было относительно спокойно купить. Но, как ни удивительно, на этом Minichamps взял и остановился. И держал паузу вплоть до новейших времён, пока в конце 2016 года не перевыпустил эти модели мизерными тиражами. К тому времени уже появились модели в оранжевых коробочках Maxi Champs, но трёшки BMW вышли в тот раз в классической чёрной упаковке. Модели покрасили в чёрный металлик, раньше был простой чёрный цвет, в красный и в бежевый цвета. Причём тиражи этой востребованной и к тому времени уже дефицитной модели были совсем странными. Модель чёрного цвета вышла тиражом 504 экземпляра, красных сделали 336 штук, а бежевый металлик, самый, пожалуй, выигрышный из всех возможных цветов этой модели, вышел тиражом 252 экземпляра. Модели те ещё и стоили заметно дороже, чем раньше, их продавали по 50 примерно евро без учёта доставки, но с таким тиражом смели их с прилавков очень быстро, а мини-чампс снова взял паузу. И, наконец, не так давно появился анонс выхода этих моделей в оранжевых коробочках Maxi Champs. Сначала обещали май 2021 года, но что-то пошло не так, и в магазинах модели появились лишь в начале июня. Модель выпустили в двух цветах — в тёмно-вишнёвом и в синим металликах, а рекомендованная розничная цена на них объявлена была обычной для изделий Maxi Champs. В крупных немецких интернет-магазинах их выставили за 33 или 35 евро. Эту модель ждали многие коллекционеры. BMW в масштабном мире всегда в цене, а спрос на хорошие модели стабильно высок, и многие из них постепенно переходят из разряда дефицита в категорию раритетов с суровыми ценами. И трёшки в кузове E30 от Пеничампс именно такие. В продаже появляются редко, а просят за них немало. Так что издание в оранжевых коробочках Maxi Champs для многих собирателей, упустивших шанс купить эти модели раньше, хорошая возможность пополнить коллекцию желанной моделью. Тем более, что многие другие модели переиздают с минимальными упрощениями. Трёшки в кузове E21 или великолепные пятёрки E12 тому хороший пример. Но не в этот раз. Миничампс по неведомой причине решил пойти дальше, чем обычно. И направление это хочется охарактеризовать нецензурными словами. Первое, что сразу же бросается в глаза, это нарисованные сереблянкой противотуманки в переднем бампере. Эти детали раньше были прозрачным пластиком, причём как на первых выпусках, так и на переизданиях 2016 года. Остальные изменения уже знакомы по малотиражным машинкам родом из 2016-го. Это чёрные оконные молдинги и отсутствие антенны на заднем крыле. Ну, то есть антенна вроде как есть, но это больше не тонкая струна, как на старых изданиях, это какая-то чёрная пимпочка, изображающая антенну в сложенном состоянии. Чёрные оконные молдинги, в общем, вполне допустимы для автомобилей BMW, и это совершенно точно лучше, чем если бы Minichamps покрасил их серебрянкой в целях экономии. Вообще это странный, конечно, нюанс. Детские игрушки порой сделаны с хромированными деталями, а заслуженный производитель масштабных моделей для настоящих коллекционеров экономит на этом. Впрочем, в этот раз Minichamps сэкономил и на серебрянке. Переиздание модели из оранжевой коробочки снизу полностью чёрное, краске не досталось даже выхлопной системе. Сам же выхлоп здесь с двойной трубой, то есть это 325i. Надо отметить, что в 2016 году Minichamps внезапно нарушил собственную традицию лишь перекрашивать модели при переизданиях и заменил выпуск на этих моделях. Исходные старые машинки носили индекс 320i, а в 2016 сделали фактически 325-ю модель. В те годы и двухлитровый двигатель, и мотор объёмом 2.5 вид имели примерно одинаковый, а внешне машины отличались выпуском. Так что двигатель под капотом Minichamps оставил прежний, но сделал новую модификацию в 2016 году, заставив тогда многих собирателей взять модель только из-за этого. А в 2021 году просто издал упрощённый вариант 2016-го, причём сильно упрощённый. Капот у этих моделей больше не открывается. А под капотом нет двигателя. Об этом вам не расскажет официальный сайт Minichamps, информации об этом, конечно же, нет и в магазинах, которые продают эти модели, так что сначала вы, наверное, попробуете подковырнуть как бы залипший капот, как я, а потом полезете за отвёрткой. Ведь каждый коллекционер баварских машин знает, что в этих моделях капот открывается. Открывался. Теперь это в прошлом, а BMW E30 из коробочки Maxi Champs прямо-таки новая веха в истории упрощений от заслуженного немецкого производителя. Те, кто сталкивался с производством в Китае, знают, что себестоимость подобных машинок копеечная, в общем, особенно на больших тиражах. Русскоязычные заказчики подобных изделий стонут, конечно, на публику о том, как всё дорожает, но при этом журнальные модели в какой-нибудь Аргентине стоят дешевле пяти долларов в киосках, и на них при этом зарабатывают все, от китайской фабрики до аргентинского киоскёра. И даже если они упакованы в боксы и продаются как модели для коллекционеров, а не как льготные в части налогов журнальные приложения, то всё равно себестоимость их невысока. Но Mini Champs нашёл способ заработать, сэкономив. Причём новинки этого производителя тоже оставляют сейчас впечатление дешёвки, у них нет открывающихся элементов, но их продают за 50 евро. Этот Maxi Champs теперь тоже уже не открывашка, а просто откровенно упрощённая модель, за которую просят 33 примерно евро. Такой нынче расклад на нашем масштабном рынке, где Mini Champs по-прежнему один из крупнейших игроков. В общем, осадочек от этой новинки остался паршивенький. Сама же форма, конечно, осталась прежней. Это тот самый двухдверный кузов E30, который Mini Champs сделал в своё время с заметными искажениями пропорций. Задняя часть этой модели с реальной машиной имеет мало общего. Но передок вышел не так уж плохо, видали мы и похуже, а уж из всех попыток сделать масштабную модель трёшки 80-х годов 20-го века это, пожалуй, лучшее. Прототип в машинке не узнать сложно, хотя и спереди теперь претензий стало больше. Раньше можно было поспорить о том, насколько удачно передано в масштабе 1 к 43 облицовка и фары, а теперь взгляд спотыкается о серебрянку противотуманных фар. Задние фонари здесь производитель ещё в 2016 году решил расчертить в клеточку краской, чего не было на первых изданиях этой модели. Так что нынче этот трюк лишь повторили. Хотя без него, пожалуй, было лучше, наверное. А открывающийся капот с неплохо проработанным двигателем больше не отвлекает внимания от недостатков этой модели, как раньше. Да и боковое остекление нынче торчит наружу больше, чем раньше, и, видимо, в технологии ещё что-то упростили. Хотя в целом качество сборки неплохое, да и красить нынче китайцы стали лучше, ровнее и металлик этот под лаком выглядит вполне прилично сейчас. Плюс колёса здесь остались хорошие, и сами диски характерного для BMW тех лет дизайна, и резина неплохая, и эмблемы по центру этих колёс тоже разглядеть можно. В общем, для тех, кто когда-то не успел, а нынче не готов платить тройную цену за модель легендарной трёшки, это может и неплохое изделие. Тем более, что раскупают эти машинки, как горячие пирожки в голодный морозный день. Хотя покупатели, конечно, скорее всего не знают о том, что капот здесь больше не открывается. Пишите в комментариях, что думаете про всю эту современную масштабную историю с упрощениями, и как вам эта модель, лишившаяся открывающегося капота и двигателя под ним. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время прожать какую-нибудь кнопку под этим видео. Там помимо традиционных лайка и дизлайка, есть, например, кнопка для тех, кто все эти масштабные эксперименты готов поддержать трудовым рублём или долларом. Да и подписаться на канал тоже можно. А если вдруг остались силы, то листайте дальше. На канале этом масштабных моделей BMW полным-полно. Да и трёшки эти в своём полноценном виде тоже можно найти при желании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова